Здравствуйте! Специальное интервью на ОТВ. Сегодня гость нашей студии, глава городского поселения Одинцова, Александр Альбертович Гусев. Александр Альбертович, здравствуйте! Здравствуйте! В нескольких словах хотелось бы, чтобы сегодня прозвучало описание нынешнего момента жизни городского поселения Одинцова. Ну и начать хотелось бы с такой важной темы – это городские субботники. Как они проходят и как будет проходить субботник центральный, областной 20 апреля? Ну что, зима прошла, снег сошел, все оголилось, мусор надо убирать. Каждый год эта проблема выходит после зимы. Естественно, мы готовимся постоянно к апрелю месяцу. В этот раз мы уже провели три субботника. Остался общеобластной 20-го числа. Должен сказать, что по-разному население реагировало на субботник. Если первый субботник еще был, когда лежал снег, и население не очень откликалось, и говорило, что пока еще рано выходить на субботник, вы занимаетесь совершенно не тем делом. Но люди все равно выходили около домов, разбивали снег, он быстрее сошел, быстрее высохла земля. Все это позволило во второй субботник выйти, и уже было по-другому. Уже собирали мусор там, где лежал снег, ну и так далее. Общий субботник провели в основном на всех открытых местах, на площадках, которые видны. Видны там, где люди ходят, там, где люди общаются, там, где люди отдыхают, гуляют с детьми. 20-го числа готовится большой общий субботник, который будет проходить в городе Одинцово. Надеюсь, что на него выйдет гораздо больше людей, поскольку и погода должна быть потеплее, и способствовать проведению субботника. Да и сами люди видят, что на протяжении вот этих трех субботников видно, как изменяется облик города. Всегда было, что после зимы, когда нет еще травы, виден каждый окурок, каждая спичка, которая брошила была в период зимы. Поэтому этот период надо пережить. Мы соберем мусор, мы его уже практически собрали там, где он был наброшен. И 20-го числа, я думаю, мы приведем город уже в то состояние, которое необходимо перед майскими праздниками. Ну, вообще, вот всегда апрельские субботники, они являются неким таким хорошим прологом к летнему благоустройству города. Все мы привыкли к огромному количеству там цветов и других приятных вещей, которые у нас летом происходят в городе. В этом году как планируется благоустраивать наш город, столицу района нашего? Ну, да, буквально с мая месяца мы начинаем уже к работам, которые позволят высаживать цветы и дальше двигаться высадка деревьев. Это майское как раз, общие областные все мероприятия. Наши районные, городские мероприятия, которые мы всегда проводили в большом количестве людей, с большим количеством привлечения жителей. Надо сказать, что люди очень активны. Если на апрельские субботники, я бы откровенно сказал, что люди не очень реагируют, и только выходят в основном предприятия и какой-то небольшой актив дома, люди, которые отвечают за состояние дома. То майские субботники, которые связаны с благоустройством и посадкой цветов, здесь жители уже практически сами около домов сажают. И там, где на дорогах, в скверах, это уже наше предприятие, которое участвует. Очень много людей выходит, когда идет посадка деревьев. Здесь идет по предложениям жителям. Жители Новой Трёхгорки заказывают, допустим, там 200 саженцев каких-то деревьев. Мы эти саженцы закупаем, привозим, и люди в субботу или в воскресенье, или в общий субботник, их высаживают там, где они хотят посадить у себя на своей территории. Вот это очень хорошо, очень отрадно, что жители сами принимают участие по своим предложениям, там, где они хотят. В этот раз будет то же самое. Люди знают и адреса, где будут проходить субботники. Они будут давать свои предложения, и мы будем стараться, чтобы все заявки, которые поступают от жителей, удовлетворить. Удовлетворить как в количественном, так и в качественном составе, чтобы было все качественно, вовремя высушено и полито. Для того, чтобы все принялось. Дорожное строительство – тоже традиционно очень такой волнующий жителей вопрос. Я так наблюдал, в принципе, в течение всего сезона, что дороги, особенно ямочные, да, ремонт ведется. Вот что можно сказать? Весной-то все равно это обостряется проблема. Да. Здесь насколько готов город эту проблему решать? Весной, правильно вы сказали, всегда мороз, тепло, мороз, тепло. Всегда дороги разбиваются. И начиная с апреля, с конца апреля, потому что заводы вот только-только запустились асфальтовые, стали продавать асфальт. Мы начинаем потихонечку ремонтировать там, где можно уже проводить ремонт, где позволяет температура, когда это можно делать. Сразу начинаются отыгрываться конкурсы с февраля месяца для того, чтобы приступить к маю. И своими силами, естественно. У нас есть три бригады, три комплекса бригад, которые осуществляют ямочный ремонт. Мы осуществляем практически весь ямочный ремонт в городе, без привлечения его сторонних организаций. Только крупные, большие ремонты, которые производятся на внутри кварталки. Большие карты, большие участки дорог, которые делаются. Этот год тоже не исключение. Этот год мы постарались сэкономить деньги и сделать для людей приятное, потому что они давно ждут. Это, прежде всего, дорога в Трехгорке, улица Чистяковой. Большой отрезок ее завершить, наконец-то, по округу. И гусарская баллада. Там, где постоянно идут заявки, там, где застройщик не доделал дорогу, в этом году мы обязательно это все сделаем. Сегодня конкурсы уже отыгрываются, буквально на этих неделях. И мы с мая месяца уже приступаем к ремонту этих участков. И многих других, потому что в этом году на город также несколько сотен миллионов выделено денег для того, чтобы отремонтировать и Можайское шоссе, в основном завершить его ремонт, и основные улицы города Одинсо. Вот это обязательно будет делаться. То, что касается вернуться к благоустройству. Благоустройство ведь тоже сопрещено с работой техники. Не только люди участвуют, но и техника. Мы в конце прошлого года, в 2018 году, купили большое количество техники, необходимой именно для работы по созданию хорошего, качественного благоустройства в городе Одинсо. На сегодняшний день мы практически полностью закрыли это штатом квалифицированных трактористов, водителей, для того, чтобы с лета этого года, ну вернее даже с мая этого года, приступить в полном объеме к вопросам благоустройства. Я думаю, граждане это увидят с мая месяца. Тоже вопрос, который граждан традиционно беспокоит, и вопрос, в котором, в принципе, мы всегда были в лидерах. Городское поселение Одинсо всегда лидировало, являлось, чуть ли не у истоков стояло этого направления. Это безопасность системы, безопасный город, участие, интеграция в систему безопасной региона. Здесь насколько продолжается эта работа, потому что ясно, что она повышает уровень безопасности в городе. Ну, правильно вы сказали, мы одни из первых в области начали это. Мы сегодня это продолжаем. Количество камер, которые установлены в городе, наверное, одно из самых высоких на душу населения в Московской области. Это несколько сот камер, которые обеспечивают безопасность. Сегодня мы уже несколько раз, наверное, поменяли эти камеры в большинстве своем, так как первые камеры были совершенно несоответствующие уже сегодняшним требованиям и разрешающие способности хранения. Да, это уже следующее поколение. Это и обслуживание более квалифицированное, это затраты совершенно другие. В этом году также мы намерены вкладывать деньги, делать систему видеонаблюдения еще более расширенной. И в этом году мы начинаем движение в дома, многоэтажные дома города Одинцово, в его подъезды. С установкой во всех домах, а их у нас около 700 в городе Одинцово, многоэтажных домов, мы будем устанавливать камеры видеонаблюдения. Для того, чтобы не только на площадях, улицах, на перекрестках, там, где большое пешеходное движение, камеры смотрели за безопасностью, но и во дворах, непосредственно в подъездах жилого дома. Я думаю, что жители тоже оценят со своей стороны. Ну и вот тоже такой вопрос, который хотелось бы затронуть. Каждый год, знакомясь с бюджетом городского поселения Одинцово, каждый год, в первую очередь, обращаю внимание на то количество средств, которые выделяются на решение социальных вопросов, на социальную поддержку, на меры социальной поддержки жителей. И каждый год, боюсь, что как бы нам этот вектор удалось сохранить, переживаю за этот момент. Но, насколько я знаю, что 2019 год не стал исключением, и несмотря на какие-то кризисные явления, меры соцподдержки как минимум удалось сохранить все. Дело в том, что все знают, что начиная с 2014 года мы ежегодно теряем от 500 миллионов рублей до 300 миллионов рублей ежегодно. Это вот кризис, то, что… Недобор, скажем, средств. Недобор средств, да. То, что испытывает город в своем бюджете. Даже несмотря вот в таком хроническом уже на протяжении пяти лет нехватки денежных средств, мы все равно сохранили бюджет социальный. То количество людей, которое у нас получало, а это приблизительно около 10 тысяч населения, это многодетные, ветераны, инвалиды, ну и так далее. Много категорий. Они все свою льготу в 2019 году получат. 2020 год – это совсем другой бюджет, это совсем другое наполнение. Надеюсь, что город Одинцово не останется и в 2020 году без внимания. Ну и завершение программы. Несколько слов о предстоящем праздновании 9 мая. Насколько масштабным оно будет? И, ну, в нескольких штрихах, может быть, о том, как это будет проводиться? Ну, самое главное, мы готовимся к 9 мая. Это памятники, это благоустройство. Мы заложили достаточное количество средств для того, чтобы отремонтировать их, чтобы сделать более-менее надлежащий вид, подварить, покрасить, сделать так, чтобы людям, которые приходят к памятникам, особенно родственники, родные и близкие, чтобы они были довольны и не задавали никаких вопросов в отношении благоустройства. Это первое. Второе, конечно, это обычные наши мероприятия, это шествия наши, это полк, это прохождение от центральной площади до вечного огня. Всегда это было многолюдно, всегда это сопровождалось большим количеством ветеранов. Люди, которые пойдут, они увидят уже, должны увидеть благоустроенный город. Надеюсь, что те улицы, дороги, которые будут проходить именно пешком, люди, они будут совершенно отремонтированы, уже будет полностью нанесена разметка. Хотя уже и по городу видно, что разметку начали наносить после зимы, то, что было стерто. Сегодня уже бело-желтая разметка, пешеходники в первую очередь, уже видны на многих улицах города Одинцова. Если позволит погода, а для этого нужно тепло, чтобы краска, чтобы пластик не отскакивал, для этого нужно тепло, значит, к 1 января все будет, к 1 мая и 9 мая все будет сделано и приведено в порядок для того, чтобы городу придать праздничный вид и состояние. Ну, естественно, концерт и салют тоже запланировали. Ну, это, как обычно, да и концерт, хороший большой салют и праздничные мероприятия, которые будут сделаны как взрослых, но в основном для детей, конечно. Ну, что ж, Александр Альберти, спасибо огромное за то, что пришли сегодня в студию, ответили на вопросы. И я надеюсь, что после майских праздников мы еще раз в этой студии встретимся и подведем их итоги. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи, нашего сегодняшнего специального интервью, был глава городского поселения Одинцова Александр Альбертович Гусев. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok